Друзья, все, кто ждал видео про 13-й район Вены, мы в 13-м районе Вены, Хицын. Третий по величине и самый зеленый район Вены. Буржуазный. Хицын, так называется 13-й район Вены, находится на юго-западе города, и он как бы окружен парками и зелеными массивами. Парком Шонбрун, Лянцеттиргарден и Веновальд. Сейчас мы находимся в одном из самых популярных мест в 13-м районе, это называется Ротоберг, Красная гора. Отсюда открывается замечательный вид на Вену, на 13-й район, и это любимое место для детей, особенно в такую погоду, в снежную. Здесь можно просто кататься на санках, ну и просто там есть детская площадка, где нужно детишкам повеселиться, поиграть. Но как всегда, немножко про историю. Этот район появился где-то в середине 18-го века, когда Мария Терезия сделала замок Шонбрун официальной летней резиденцией императорской семьи. Именно тогда сюда стали съезжаться приближенные к королевской или к императорской семье, зажиточные аристократы, купцы там разных рангов, ну и просто успешные бизнесмены того времени. Местным жителям это пришлось по душе, потому что такое изысканное общество требовало изысканной инфраструктуры, и район начал развиваться. И стал одним из самых дорогих и желанных для проживания районов Вены, которым оно является по сей день. Это самый экологически чистый район Вены, здесь более 70% территории занимают зеленые массивы, и только 4% занимают какие-то производственные площади мощности. Это район Вилл, и в общем-то такой повышенного сегмента архитектуры, но очень красивый, очень домашний, очень семейный. Каждый десятый житель этого района по статистике это иностранец, но иностранец такой, в основном это немцы. Ну вот мы спустились с высот на землю, и мы находимся практически в таком центре 13-го района. И здесь за мной, например, находится известное всем кафе «Дом Майер». Это кафе, в котором музыцировали еще Штраус Старший и Штраус Сын, и оно сохранило свою атмосферу историческую до сих пор. И там до сих пор пьют венский кофе, едят венский яблочный штрундель. Дальше за мной ресторан «Плахута». Это тоже очень известное место. Во-первых, кто такой «Плахута»? Это известный повар в Австрии, который является таким ярким сторонником традиционной австрийской кухни. Главное в этом простота и качественные продукты. И он известен не только тем, что здесь делают самый лучший тафель-шпиц. Это на самом деле такое по определенной рецептуре сваренная говядина. Но и тем, что он, в общем-то, создал свою империю, вот эти рестораны «Плахута» с нуля. Родился он, кстати говоря, в Штирии. Мало кто знает, что напротив ресторана «Плахута» есть ресторан «Марио». И в какой-то момент сын «Плахуты», Эвальда «Плахуты», «Марио» стал ему, собственно, помогать выстраивать эту империю ресторанов и создал свою сеть ресторанов. И этот ресторан «Марио» находится прямо напротив ресторана отца. Там кухня такая, более модерная и с таким итальянским флером. Вот, я там часто встречаюсь со своими подружками на завтрак, это очень модно. Мы направляемся сейчас в сторону Кеннеди-Брюке и в сторону Шенбрюна, потому что мы решили сегодня зайти на рождественский рынок в Шенбрюне и выпить там пуш или глю вайн. Ну, всего 4,80, так что зря пугали нас тут. Сюда. Ну, короче, не дошли мы ни до Кеннеди-Брюке, ни до Шенбрюна, потому что нам здесь очень пригнулся вот этот уголок, такой маленький мини-вайнакст-маркт, мини-рождественский рынок. И вообще, по данным официальным, в Вене в этом году около 30 рождественских рынков, больших и маленьких. Вот 15 из них, типа, такие большие и среднего размера, но остальные 15, наверное, вот такие, как эти. Ну, вообще говоря, здесь так уютно и так удобно, и тепло. Ну, и пунш тоже, в общем-то, ничего. Когда мы рассказываем о районах, мы, как правило, еще рассказываем о инфраструктуре этого района, потому что многих это интересует, и для многих это очень важно знать, что здесь есть. 13-й район очень благоприятный район, здесь есть все. И сады, и школы, и высшие учебные заведения, больницы, аптеки, в общем, все, что надо. Что можно тут отметить? Например, именно в 13-м районе есть такой садик для детишек с проблемами со слуховым аппаратом. В этом садике, это государственный садик, он ничего не стоит, ну, там стоит какие-то, нужно что-то платить, если дети остаются после обеда на вторую половину дня в этом саду, а так это бесплатный садик. Группы там состоят из 10 человек, 5 таких детишек с проблемами, и 5 здоровых детей. На такие группы две нянечки и одна воспитательница, поэтому, в общем-то, дети, даже здоровых детей, очень стремятся получить в этом садике место. Там же находится такая школа. Кроме этого, в 13-м районе находится Лейнце Krankenhaus, это больница, так называется. В этой больнице, она тоже одна из самых больших больниц, на самом деле, в Вене, и именно в этом, в Лейнце Krankenhaus, очень сильным направлением считается ортопедия, известная тоже на всю Австрию. Но, кроме того, например, там есть родильное отделение, и оно тоже очень прилично. Я, например, вот мой сын появился на свет именно в этом отделении, и вспоминая вообще, как происходил этот процесс, я не могу сказать ничего плохого, мне все очень понравилось, и я осталась довольна, и мальчик удался на славу. Ну, какие здесь есть еще достопримечательности? Это, конечно же, технический музей, тоже всем известный. Вот детей туда любят возить на выходные, дети вообще, на самом деле, сами любят там находиться, но те, которые интересуются техникой, потому что там можно ставить эксперименты, ознакомиться с историей развития всяких технических штук. Ну, и что еще важно, там можно организовать детский день рождения тоже, поэтому он такой популярный. Ну, и, конечно же, самая главная достопримечательность этого района, это парк Schönbrunn, это дворец Schönbrunn и за парк Schönbrunn. И зоопарк, вот мы как-нибудь снимем об этом отдельное видео, наверное, но вообще это, этот зоопарк был создан как зверинец императора, и потом он уже превратился в зоопарк, и сейчас это старейший зоопарк мира. Ну, а в Schönbrunn мы вам покажем, мы сейчас туда пойдем. Ну, вот, мы дошли до Кеннеди-Бруке, это мост Кеннеди, он за мной находится. Что здесь? Здесь он, на самом деле, разделяет 13 район и 14 район. Здесь же находится Schönbrunn, и здесь же находятся метро и остановки трамвая, на которых можно доехать в 13 район. Метро Уфье, у трамвая, он, например, 60, но можно посмотреть в гугле в карте. И еще, что здесь интересно, вот это здание, это муниципальный орган, МА-35, всем известный, то есть всем, кому нужны визы, вид на жительство, это всем туда. 13, 14 и 23 район. Регистрация браков, регистрация разводов, рождение детей, это все делают там. Гражданство, это уже не здесь, это уже в другом месте, Дрезнаштрассе. Смотрите, у всех этих рынков есть одна общая проблема, что жидкости потребляется много, а туалеты вообще непонятно где. И вот я даже помню историю свою собственную, это было уже, правда, много лет назад, я была вот здесь вот в Schönbrunn, с компанией, и было холодно, я еще была в норковой шубе, тогда это было еще очень модно и очень нин, и, в общем-то, нормально было, если ты носишь шор, норковую шубу, вот. Но когда дело дошло уже до критического момента, ничего поблизости не нашлось, поэтому пришлось бежать куда-то вот в такую красоту и в норковой шубе решать как-то свои дела, свою потребность. Ну вот мы пришли в Schönbrunn, в самое сердце Schönbrunn, посмотрите, сколько здесь народу, это, наверное, самое посещаемое место в Вене и зимой, и летом. Летом здесь, конечно, суперская спутеровая площадка там наверху, а зимой мы сейчас пойдем туда, там как раз находится рождественский рынок. Ну и вообще в любое время года здесь много народу и еще здесь много спортсменов, которые здесь уже всегда бегают, вон, полураздеты. Смотрите, мы взяли один раз глювайн, один раз пунш. Вот то, что с пенкой было, это пунш. В чем тут разница? Глювайн делается из вина, красного или белого уже. Доводится до... Вино доводится до 78 градусов, и туда добавляются различные специи, ну, корица и гвоздика, это там самые известные, а дальше по рецептуре. И глювайн... Супер! Глювайн пришел к нам, это европейский, в общем-то, напиток, а пунш пришел к нам из Южной Азии, как говорят. И там в пунше всегда добавляется немножко крепкого напитка, типа бренди, рома, шнапса. Так, ну что, мы уже тут переговорили со всеми, со всеми пообщались. Короче, еще скажем про цены. Значит, пунш и глювайн стоили 20 евро, в итоге на 18. 10 евро, по-моему, из этого, так называемый, залог, то есть мы их получим назад. Это просто про цены, а то некоторые пугают, про 7,5 евро там за кружку. Нет, 5,5 или нет, 6,5, 6,5. Так, что мы еще сейчас узнали про пунш, да, нужно рассказать обязательно, что я уже сказала, что этот напиток пришел к нам из Индии, и пунш на индийском языке означает 5, то есть это означает, что в этом пунше 5 каких-то там компонентов, каких-то там нам не рассказали. Не знаю, но посмотрим. Так, мы заново наполнили наши бокалы, и у нас теперь здесь шлихи глювайн. Вот все знают, что есть такой шлихи штурм, да, его пьет осенью, и это такой специальный продукт, характерный для штирии, штаймарк. Так вот, теперь появился шлихи глювайн, и особенность его в том, что он не такой сладкий, он немножко такой с кислинкой. И, ну, чтобы закусить немножко, мы взяли кайзершмаррен. Кайзершмаррен, это тоже такое традиционное австрийское блюдо. История у него такова, что императрица Сиси, всем известная, которая всю свою жизнь сидела на диете для того, чтобы быть красивой и стройной, у нее было совершенно определенное, там определенное предпочтение, потому что она ела. И тогда ей подали в какой-то момент такие блинчики с сливовым вареньем, она сказала, что что это за фигня, уберите это от меня. Вот фигня по-австрийски, это шмаррен. И с тех пор вот это блюдо, которое состоит, в общем-то, из молока, там, яиц, сахара, муки и традиционно сливовое там варенье, оно называется кайзершмаррен. Кайза это император по-австрийски. Друзья мои, наша прогулка сегодня по 13-му району и посещение рождественского рынка Шенбрун подошло к концу. У нас есть планы еще на этот год, и мы обязательно снимем видео про то, как сделать качественный салат оливье в Австрии. И, кстати, мы посетим скоро одного винодела. Обязательно подпишитесь на наш канал и оставайтесь с нами. Но если вдруг вы как-то их пропустите, эти видео, то все-таки я хочу вас сейчас уже поздравить с наступающим Новым годом и с Рождеством. Год выдался, но не самый простой, прямо скажем. Я думаю, что для всех и у всех, и вообще во всем мире все было как-то очень ну, неоднозначно. Поэтому сил нам всем и сделаем выводы из того, что было, и чтобы все было в итоге проще, легче и радостнее. Счастья вам, друзья мои! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Егорова